Девчонки, хочу дать небольшие пояснения к тому видео, которое вы сейчас увидите. Я планировала его объединить с заказом на 100 баллов. Это видео вы уже посмотрели про мой заказ на 100 баллов. Но когда я посмотрела, сколько получилось по времени, решила не объединять. И в итоге это видео, которое вы сейчас будете смотреть, оно вообще забылось, что оно есть. Но хочу вам его показать, потому что там есть обзор колготок, которые я купила по акции «Твой бонус». Я надеюсь, вам будет это интересно. Ну, а вступительная часть будет как раз о том, мои слова будут о том, что я объединяю два видео по двум заказам большим. Вот это, пожалуйста, проигнорируйте, потому что не случилось этого. Ну, и вырезать это тоже я не стала, эти слова, потому что иначе там какая-то несостыковка, нет логики в моих фразах не будет. Ну, и это затратно по времени. Я надеюсь, что вам не помешает это посмотреть. Ну, и все, девчонки, большое спасибо. Увидимся, пока. Девчонки, привет! В этом видео покажу вам два заказа. Первый у меня на 22,66 балла. Второй будет огромный заказ. Я его приклею к этому. А сейчас быстренько пробежимся, потому что у меня здесь есть. Я частично забрала скидки по картам «Твой бонус». Покажу, что купила. Ну, как обычно, у меня средства для дома в заказе. Это неизменное средство для плит в количестве двух штук. Пятновыводители. Они у нас шли в каталоге номер 14 попарно, для того, чтобы была хорошая цена 249 рублей. Так, дальше что у меня попадается? Порошки. Кстати, на порошок у меня была, по-моему, 55% скидка. Я взяла себе порошок. Это то, что... Показываю вам в перевернутом видео. Это то, что нужно вообще всегда в каждом доме. Порошочки я взяла себе. Не помню, какой, какой у меня заказали. В общем, один из них мой с 55% скидкой. Я всегда такие скидки для средств для дома трачу именно на порошки, потому что получается выгоднее всего. Дальше средство для посуды с ароматом яблока. Это одно из моих любимейших. Кондиционер-бальзам для чувствительной кожи 11264. Этот кондиционер тоже у меня в любимых числится, потому что он не дает никаких резких запахов на одежде. Особенно, когда она сохнет. Поэтому люблю его. Дальше средство-чистящее для ванной комнаты. Всегда рекомендую к этому средству покупать еще и пимпочку-крышку пуш-пул. Для того, чтобы экономично его дозировать. Она есть в каталоге. Артикул 3 однерки 76, по-моему. И еще один кондиционер для белья с аромокапсулами. Этот уже имеет достаточно выраженный аромат. Так, ну и салфетки. Салфетки были по 89 рублей при покупке четного количества. И у меня в заказе 4 штучки. 3 для кожаных изделий. В основном беру для ухода за обувью. Очень удобно такую пачку держать на выходе. Для того, чтобы быстренько перед выходом на улицу. Или когда придете с улицы протереть обувь. Не нужны никакие мокрые тряпки. Тряпки не нужно стирать. Это все экономит ваше время. Ну и плюс ко всему они ухаживают за обувью. Очень классно и круто. Никакой липкости на обуви не оставляют. В общем ухоженный вид. Плюс ко всему можно почистить куртки, перчатки, сумки. Кожаный салон в машине. Кожаную мебель в вашем доме. То есть все, что из натуральной кожи, пожалуйста, чистите. Не нужно тряпками мокрыми мочить. Потому что кожа дубеет от воды. А от наших салфеток она становится все новее и новее. Ну это уж я, конечно, сейчас для красного словца. Но по крайней мере это не вода. Это 100% лучше, чем вода. Чем мокрая тряпка. Ну и упаковка влажных универсальных салфеток. Которыми я тоже просто полквартиры мою. Я уже забыла, когда я протирала пыль мокрой тряпкой. Во-первых, от воды сушатся руки. От этих салфеток нет. Ну и во-вторых, допустим, дверь из натурального шпона протирать мокрыми тряпками тоже категорически запрещено. Поэтому я делаю этими салфетками всю уборку на дверях. И просто замечательно отмывает и пальцы, и капли от воды. В общем, супер салфетки. Мне очень нравятся. Теперь поехали по следующей части. Это декоративка. Ну и все, что я купила по акциям. По акциям каталога были карандаши. Были каялы и карандаши для губ по 109 рублей. Когда я свои каялы скупала всю линейку, они были 129. А тут аж 109. Ну и мама попросила ей два карандашика взять для губ. Я вам скажу сейчас оттенки 46-25. И сейчас покажу вам на руке. Карандашики наш, поэтому спокойно могу показать. Так, это оттенок еще раз 46-25. И оттенок у нас 40-0-33. Туго открывается. Это хорошо, крышка не будет слетать. Однозначно мама угадала. Это все ее оттенки. Она пользуется и такими более теплыми какими-то кирпичными, и ягодными розами. Сейчас, может быть, немножко не так они смотрятся. Нет, вот примерно вот так правильно все передает. Ну и купила она каял. Сказала, купи мне коричневый карандаш для подводки глаз. И у меня уже такой есть 54-36. Я вам его уже в своих обзорах показывала. Очень хорошо пигментированный. Просто ты только касаешься, уже остаются точечки. Ну а если тоненько, то все равно очень пигментированная линия провести. Если легко наносить. Ну а если нажать, то получается очень жирная линия. Карандаши просто классные. Не удержалась бальзамчик зимы заказала. Я просто обожаю эти бальзамы. Они у меня просто в топе. Причем, в какой бы год они не выходили, они все равно мне нравятся больше всего. Подруга заказала дезодоранты антиперспиран с оливой и бергамотом. Очень люблю эту линейку и я. Дезодорант этот использовала и мне он очень нравится. Мне больше нравится, конечно, дезодорант мятный. Из-за того, что он, во-первых, мятный, а во-вторых, у него большой шарик. Сейчас те, кто меня постоянно смотрит, скажут, опять она про этот шарик. Я люблю этот шарик, поэтому говорю о нем как о плюсе. Я считаю, что лучше лишнее рассказать, чем не сказать. Дальше. С 65% скидкой я взяла средства для волос. И взяла маску питательную из линейки Салон Кэм за 104 рубля. 104 рубля. Это цена закупа вот этой маски по картам Твой Бонус. Она мне так обошлась. И я как только увидела эту скидку, я сразу поняла, что мне нужно. Конечно же, когда такие огромные скидки попадаются, нужно брать то, что подороже. Ну, для меня, из всех средств, которые там были, я выбрала эту маску. У меня еще были скидки, но это будет в другом заказе, который у меня на целых 100 баллов. Поэтому прикреплю его, склею, посмотрите. Дальше. Заказала пасту. Вот это она без скидок. Я просто заказала, она была по акции каталога. Сочная вишня. Взяла ее, знаете, кому? Взяла ребенку, у которого уже устанавливаются постоянные зубы. Молочные выпадают, растут взрослые постоянные зубы. И уже надо переводить его на пасты взрослые. Потому что все, уже постоянные зубы детскими пастами чистить не надо. Ну и чтобы переход плавный произошел от фруктовых вкусов к мятному, я взяла вот эту пасту. Здесь и вишня ярко выраженная, но уже есть и привкус мяты, чтобы ребенок привыкал. И сладенькое тут есть, и мятненькое тут есть. И я считаю, что с таким переходом он быстрее привыкнет к мятным пастам. И для него это не будет шоком. Потому что не все любят вот эти ярко выраженные мятные вкусы. Ну а у меня еще он и капризный. Зубы чистить вообще у нас просто целая история. Поэтому я думаю, что это будет хорошо. Дальше. Заказала колготки. Были у меня две скидки на колготки. И заказала я новинку цветные колготки 80 ден. И вторые я взяла тепленькие 140 ден, по-моему. Да, 140 ден теплые колготки из микрохлопка. Сейчас мы с вами их посмотрим. Цветные колготки я заказала в размере S и синего цвета. Мое удивление было в том, что они смотрятся совершенно черными. Я-то предполагала, что они будут синими теми, как были в прошлый раз. Но нет, это просто чернильно-синий. Я даже вижу сейчас на камеру, что вы не видите, что это синий оттенок. Я тоже, честно говоря, не вижу, что они синие. Они реально просто, ну, какие-то черно-синие, что ли, девчонки. Вот так, может быть, видно, что у них какой-то, да, такой синеватый есть оттенок. Это так же, как я купила в прошлом году туфли на Новый год. Они значились синими, а на самом деле, ну, они смотрятся черными. Только при искусственном освещении они выглядели синими. Вот эти колготки выглядят точно так же. Они реально черные. Я не знаю, может, издалека будет видно. Нет, не видно. Кстати, вот это вот фон. Мне тут сказали, что камера заляпанная, что у меня какой-то бардак. В общем, протри камеру. Девчонки, это фон такой. И на нем розы, они просто едва-едва бледные, такие заметные. Так что это фон, это не какие-то дефекты у меня на камере. Не знаю, как вам показать синий этот цвет. Вот он реально черно-синий. Кто помнит те колготки, которые у нас были 60 Дэн? Ну, это просто две разных пары колготок. Это просто черно-синий, чернильно-черно-синий. Буквы очень много рассказала. Так, ну, что из особенностей, да? Здесь на носочке у них немножко другая вязка. Так, давайте попробую еще раз руку туда засуну. Я не знаю, нет, вам, наверное, видно не будет. Но вот здесь, начиная от самого носочка и сантиметра 3-4, идет немножко другая вязка. Я бы не сказала, что она плотная, она просто другая. Ну, а сами колготки, такие, знаете, продольные полосочки у них. Очень мягкие, микрофибра. Похожи ли на 60 Дэновские колготки по мягкости? Да, очень похожи. В размере S плоские швы и спереди, и сзади. И достаточно широкая резинка наверху. Ну, как видите, на себя я их еще не примеряла. Ну, конечно, я ждала другого. Интересно, изумрудный оттенок какой. И бордовый. Я хотела бордовый. Моего размера не было, были только М-ки. Но вот 60 Дэн и М-ки иногда с меня сваливались. Наверное, надо было брать XS. Вот, поэтому взяла все-таки, я не знала, маломерят или большомерят. Так, ну и что? Давайте, что у нас на упаковке про них написано? Написано, что они 88% полиамид, 9 эластан и 3 хлопок. В них еще и хлопок есть. Наверное, это в ластовице все-таки. Однородные по всей длине, хлопковая ластовица, плоские швы, мягкая резинка. Так, ну и все. А где они у нас произведены? Я не вижу. 46. Ну, скорее всего, это Россия. А, Мэйден Итали написано. Ну, тогда штрих-код должен быть 80. Здесь вот этот штрих-код 46 начинается. Это определяется как Россия. Дальше. Вторые колготки. Это у нас вот в такой упаковке 140 Дэн из микрохлопка. Ссылочки оставлю вам на эти колготки в описании. 71% хлопок, 21% полиамид, 8% эластан. Произведено в Шри-Ланка по итальянской технологии. Эксклюзивно для Фаберлик. Стирать при 30 градусах, сушить раздельно. Теплые комфортные колготки из микрохлопка с классической посадкой. Удобный широкий пояс, плоские швы, ластовицу, укрепленный мысок. Плотно облегают ногу. Идеально подходят для осенне-зимнего сезона. Коробка очень красивого цвета. Мне прям очень понравилась коробка. Обычно я на это внимание мало обращаю. Но здесь вот обратила внимание. 140D. Они плотнее, чем эти 80 и ощущаются совершенно по-другому. Они действительно ощущаются, как хлопковые колготки с эластаном. Так, теперь попытаюсь передать вам, как здесь отделен мысок. Он здесь отделен. Его не будет видно, что я не люблю, когда ты разуваешься. А у тебя видно, особенно на тонких колготках, что вот здесь этот мысок уплотненный. Я это не люблю. Пусть у меня они лучше порвутся раньше, но чтобы они были однородные. Я так люблю. А здесь есть такая полосочка разделительная между мысочком и остальными колготками. Остальной частью, которая выше идет. Ну, очень сложно на черном цвете, конечно, это вам сейчас показать. Но придется верить на слово. Очень гладкие, очень комфортные, мягкие, приятные. Но, надеюсь, на ноге не будут они мне доставлять дискомфорта. У меня такое бывает. Теперь смотрим. На перегибе здесь есть такая серенькая полосочка. Вот вам ее вот так хорошо видно. Интересно, будет ли она видна на ноге, когда я их надену. Если они вот так растянутся, то, конечно, не будет видно. Скорее всего, нет. Так, ну и здесь шортики. И если здесь шортики, смотрите, как таковых шортиков нет. Но, опять же, в месте, где нога переходит уже в область попы, тоже есть такая же линия, такая же линейка, как вот здесь вот в носочке. Она немножко другой вязки. И она получается... Сейчас попробуем вам показать. Видно, наверное, немножко вот этот переход от ноги к шортикам. Ну и резинка. Резинка здесь такой же ширины, примерно 4 сантиметра. Плоские швы и ластовицы здесь хлопковой нет. Здесь просто вшито кусочек для того, чтобы в этом месте при растяжении колготки не рвались. С удовольствием буду носить. Посмотрим, как они будут носиться, вот эти колготки. Главное, чтобы у них в первую же неделю не протерлись носочки. Но об этом я расскажу вам позднее. Скорее всего, в пустых баночках, когда уже поношу эти колготки. Хотя бы чуть-чуть и буду выкидывать коробку, пока они будут храниться в коробке. Ну все, смотрим дальше. Заказ на 100 баллов. Пока.